Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатольна и вот о чем сегодня расскажем. 2000 участников и 160 компаний из 25 регионов страны. Площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов. Об итогах первого дня нефтегазохимического форума в Казани расскажет Рамиль Галиулян. Уголовное дело о погибших охранниках на бывшем вертолетном заводе. В 2020 году при пожаре погибли, но их начальство не признавало их. Как проходит судебное заседание расскажет Иван Сарафанов. Сгорел дотла. Пожар в Тукаевском районе лишил семью с двумя детьми крова. Мы все плакали и уходили в другое место, чтобы это все не видеть. Как можно помочь пострадавшим расскажет Гульнара Мениханова. Сегодня в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. В республику приехали более 2000 участников. Это представители 160 компаний из 25 регионов страны, а также делегаты из Африки, Азии и Ближнего Востока. Как при переходе на зеленые технологии учитывать интересы бизнеса и общества? Как сократить выбросы парниковых газов? И почему экология не имеет национальных границ? Об этом эксперты будут говорить в течение трех дней. Декармонизация, импортозамещение и цифровизация топливно-энергетического комплекса России. Что еще обсуждают? С дискуссионной площадки Рамиль Галюлин. Нефтегазохимический форум – одна из крупнейших площадок для встречи представителей сферы. Своего рода месторождение для идей нефтяной отрасли. Здесь представлены 160 компаний из 25 регионов России и 5 зарубежных стран. Татарстанский нефтегазохимический форум 2022 года объявляется открытым! С символичного вращения вентиля начинается Татарстанский нефтегазохимический форум. Здесь представители компаний показывают оборудование, обсуждают новые технологические вызовы, проводят деловые встречи. Важность последних во время церемонии открытия подчеркнули президент Татарстана и федеральные гости. Искренне благодарю всех вас за визит в нашу республику и участие в нашем форуме. Наше взаимодействие, обмен мнениями, наработки на таких площадках дают нам уверенность в дальнейшем развитии наших дружественных контактов. Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для налаживания новых деловых контактов и объединения усилий для продолжения последствий текущего кризиса. Всегда, когда мы бываем здесь, то это большой праздник для всего нашего нефтегазового сообщества. И особенно важны эти моменты сейчас, когда в условиях беспрецедентных и наглых санкций со стороны некоторых западных стран мы решаем проблемы, как же выжить в этой непростой ситуации. И прямо скажу, выживем. И сегодня наш нефтегазовый комплекс работает достаточно устойчиво, решает те проблемы, которые есть для нашего народного хозяйства и то, что надо для эспорта. Традиционно на форуме много зарубежных гостей. Впервые на площадке большая делегация из Африки. Здесь несколько стран континента. Участниками стали также представители профильных министерств из Китая, Бахрейна и Арабских Эмиратов. Благодарим вас за приглашение на форум. Это предложение является ценным, потому что я ознакомлюсь с новыми технологиями развития в данной сфере. Наши взаимоотношения очень крепкие и на долгие годы. Передовые разработки на специальной выставке. Стенды внимательно изучил Рустам Миниханов. Так уфимцы представляют автоматизированный гидравлический ключ для бурильных труб. Мы начали разрабатывать гидравлическое оборудование, гидромоторы по импорту и замещению, потому что проблемы с поставками, начали все сами осваивать. Данная установка рассчитана на рез, на демонтаж трубы от 325 диаметра до 630 включительно. Компания из Татарстана презентовала инновационную установку для безогневой резки труб. Такой метод более экологичный и безопасный. Установка, которая облегчает труд и существенно экономит затраты на демонтаж трубы. Помогает безопасно произвести рез в любых условиях, заболоченных, обводненных, с учетом нефтеразливов, газовых утечек. В следующем году нефтяная отрасль республики отметит 90-летний юбилей. Ежегодно в Татарстане добывают почти 35 миллионов, перерабатывают свыше 20 миллионов тонн нефти. Это порядка 7% от всей добычи в России. Как подчеркнул президент, сегодня в республике уделяется особое внимание экологической безопасности производств и сокращению выбросов парниковых газов. Указ президента России об этом полностью соответствует естественному запросу общества, говорит Рустам Миниханов. Стало крылатым высказывание Дмитрия Ивановича Менделеева о том, что отжигать нефть и газ в топке, это все равно, что растапливать печь ассигнациями. Экологически чистая и безопасная окружающая среда – основа благосостояния общества. Вопросы промышленной безопасности, внедрение зеленых технологий всегда будут актуальными. Тема декарбонизации или, другими словами, перехода к низкоуглеродной экономике стала главной на пленарном заседании. По словам участников, события этого года наложили отпечаток на глобальные и национальные планы по сокращению выбросов парниковых газов. Сегодня уже очевидно, что происходит замедление темпов декарбонизации. Ситуация сугубляется снижением экономического роста в западных странах и ослабление международной кооперации. Усиление международной санкционной политики неоднозначно отразилось на процессе энергоперехода разных стран. Как подчеркнул Рустам Миниханов, нашей республике в этом вопросе интересен опыт партнеров из дружественных стран – Китая, Бахрейна и Арабских Эмиратов. И обозначил проблемы, с которыми сталкиваются как Татарстан, так и Россия в целом. В этой декарбонизации есть что-то против нас. Сама декарбонизация – это направление очень нужное. И то, что наш президент такую задачу поставил. Но когда наши партнеры, в кавычках, пытаются решить эту задачу за счет других стран, свою зеленую экономику, это совершенно неправильно. По словам представителей крупных компаний, углеродная нейтральность должна начинаться с экологического воспитания. Экологическое воспитание, начиная с подрастающего поколения и по всей вертикали, школы, институты и специалисты на производстве. Самое эффективное, мы считаем, это, конечно, энергоэффективность, энергосбережение. И с этим мы тоже с самого первого курса института приучаем наших студентов. У нас, например, еще есть фобии по поводу пластиковых бутылок или пластиковых пакетов. И вот этот разговор о том, что такое экология и где возникает эта ответственность за так называемые острова пластиковых бутылок в океане, она связана с производством пластиковых бутылок или с культурой человека. То есть вот этот разговор, мы здесь тоже, скажем так, на этом поле играем. Форум в Казани будет идти еще два дня. Предстоит насыщенная деловая программа. Это и бизнес-встречи, и научные дискуссии. Рамиль Галиулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. В Кировском районе в суде Казани продолжается рассмотрение громкого уголовного дела о погибших охранниках. Они сгорели в ночь на 10 ноября 2020 года в бывшем здании вертолетного завода. В момент возгорания в помещении находились шесть охранников. Все они из Кукмара, пятеро из них погибли. Следствие длилось два года. В итоге обвинение предъявили директору охранной организации агентства безопасности Наиле Ждановой. Но у подсудимой совершенно иная версия событий и другой обвиняемый. Зульфия Губаева выступает в суде в качестве потерпевшей. Она родом из Кукмара, как и ее отец. Два года назад он погиб на пожаре, который произошел в бывшем здании вертолетного завода. Как установило следствие, все началось из-за замыкания холодильника. Пятеро охранников пытались остановить огонь. Но из-за отсутствия огнетушителя им это не удалось. Шестой член бригады побежал за помощью. Именно это спасло ему жизнь. С тех пор жизнь Зульфии и других родственников погибших превратилась в сплошные судебные тяжбы. В первую очередь у нас было гражданское дело. Мы доказывали, что они все-таки являются их рабочими. Потому что очень много было слухов и в интернете очень много было, что там какие-то бомжи были, они не работали. Они сначала очень сильно отказывались от того, что это были их работники. Все мужчины работали в агентстве безопасности. Доказать это родственникам удалось только через несколько судов и при помощи трудовой инспекции. Все похоронные, все затраты мы сами оплачивали, все сами делали. Через три месяца они позвонили, извинились. Потом по 20 тысяч похоронные выплатили. Главным обвиняемым в деле стала директор организации агентства безопасности Наиля Жданова. Она свою вину не признает. Говорит за пожарную безопасность, отвечает собственник здания. А договор на оказание охранных услуг был подделан ее заместителем. У нас есть некое лицо Нариманова, Арман Альманович, по инициативе которого был заключен договор на оказание охранных услуг, подпись Данова поддельная в данном договоре. И этот Нариманов Арман, именно он нанимал людей, именно он занимался вопросами обустройства. В зале суда опрашивали свидетелей и родственников погибших. На вопрос гособвинителя они сообщили. Никакого Нариманова они не знают. В деле пока много вопросов, чем ответов. Наиля Жданова свою линию защиты выстраивает на фиктивной подписи. По словам обвиняемой, ее заместитель хотел открыть свою охранную фирму. И для этого оформлял договоры, используя реквизиты ее организации. Следующее заседание по делу о погибших охранниках назначено 12 сентября. В слушании продолжат допрос потерпевших, представители юрлиц и свидетелей по вызову. Иван Сарафанов, Алмаз Зеодинов, ТНВ, Казань. Пожар в Тукаевском районе лишил крова семью с двумя детьми. Во время ЧП Халиулиных дома не было. Все личные вещи, а главное дом, который супруги строили 6 лет, полностью сгорел. Он не был застрахован. Для возведения нового жилья семье нужны 2,5 миллиона рублей. Часть из этой суммы удалось собрать, но миллиона не хватает. Как им можно помочь, расскажет Гульнар Маниханова. Этот дом Халиулиной возводили 6 лет. Альбина работает бухгалтером, муж Ильнур Стропольщиком. Все сбережения вкладывали в строительство. Пожар, вспыхнувший в котельной, уничтожил все нажитое за 13 лет совместной жизни. 12-летний Амир занимается рукопашным боем. У мальчика сгорели все принадлежности для учебы и занятий спортом. Мы ехали на праздник с семьей. Когда мы все приехали, здесь все горело очень сильно. Мы все плакали и уходили в другое место, чтобы это все не видеть. Там для меня все важно было. Это все мои медали, дипломы от соревнований. Возгорание началось около 11 часов дня. В этот момент дома никого не было. Прибывшие на место огнеборцы тушили дом, уже полностью охваченный пламенем. Они прибыли сюда примерно через 20 минут. Их на место пожара вызвали соседи. На месте ЧП всю неделю работала техника. Разбирают все, что осталось после страшного пожара. Рассчитывать халиулиным не на что. Недостроенное жилье застраховать они не успели. Халиулиным пока помогают соседи и неравнодушные жители Тукаевского района. Они приносят вещи, одежду и игрушки. Как свое восприлили. Сейчас чем можем, конечно, помогаем. Больше, конечно, и моральную поддержку, естественно. Потому что трагедия такая, что, слава богу, сами они живы-здоровы остались. Семья очень хорошая, добрая, отзывчивая. Мы уже, говорю, не первый год с ними дружим. Сейчас халиулины проживают в однокомнатной квартире в набережных Челнах. Временное жилье им предоставили знакомые. У семьи большое желание заново отстроить дом. Мы бы не отказались от материальной помощи, от неравнодушных людей, которые могли бы, кто-то захочет помочь нам. Мы бы не отказались от любой копеечки. Помочь семье халиулиных можно, связавшись по телефону, указанному на экране. Они будут благодарны любой сумме. Гульнара Мениханова, Александр Лихачев, ТНВ, Тукаевский район. Бизнес пытается хитрить с нами даже в мелочах. Об условиях перехода на оплату по факту рассказал новый директор регионального оператора УКП ЖКХ Дмитрий Петров. Детали в интернет-газете «Реальное время». Компания «Газпром» на протяжении всей своей истории является стратегическим партнером Татарстана. Успешно выполняются совместные проекты в машиностроении, нефтехимии и других отраслях. Об этом сказал Рустам Мениханов на пленарном заседании Дня поставщика «Газпрома». Мероприятие прошло в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума на площадке «Казань-Экспо». Президент отметил, «Газпром» является крупнейшим заказчиком для многих предприятий республики. Сейчас их около 120. С 2015 года они поставили продукции и услуг на 100 миллиардов рублей. В Татарстане также успешно реализуется проект по развитию газомоторного топлива. Сегодня в республике 37 газозаправочных станций строятся еще 7. В Татарстане создадут рабочую группу для изучения возможности использования в строительстве новых материалов, полученных во взаимодействии с нефтехимией. Такое поручение дал сегодня Рустам Мениханов по итогам круглого стола на тему расширения использования республиканской нефтехимической продукции. Надо тщательно изучить проекты, которые сегодня представлены, сказал президент. Нужно привлечь специалистов Минстроя, задействовать ученых и лабораторные возможности КГСУ. Рустам Мениханов отметил, что сегодня новые материалы и новые подходы в строительной сфере наиболее востребованы. Здесь же обсудили перспективы использования продукции нефтехимии в дорожном строительстве. Так говорили о применении вяжущих битумов при строительстве автомагистралей. Президент подчеркнул, важно внедрять новые современные технологии в дорожном строительстве. В международной нефтегазохимической выставке «Татойл Экспо» принял участие один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России «Тайф НК». На своем стенде компания представила новейшие образцы продукции и свои производственные показатели. Генеральный директор «Тайф НК» Максим Новиков представил президенту Татарстана результаты работы компании в этом году. Основной успех – увеличение глубины переработки тяжелых нефтяных остатков. Средние за 22-й год мы достигли более 90%, а некоторые месяцы, например, август, уже 90-х с половиной. Поэтому основная задача увеличения глубины переработки, она достигла лучше. Это, в общем, не первая практика, но такое нести. По сравнению с 2019 годом доля переработки светлых нефтепродуктов увеличилась на 40%. За этот же период извлечение серы выросло на 164%. Вся серая, которая приходит к нам на переработку в составе нефти, она вся извлекается, очищается до степени 99,9%. За минувшие пять лет в рамках национального проекта «Экология» Тайф НК на 17% снизил общий объем выбросов. Компания реализует и план по импортозамещению. Удалось перевести на отечественные, значит, уголь, катализаторы от крепинга, а также занимаясь замещением запасных частей. Сейчас больше половины своей продукции Тайф НК реализует на российском рынке. В минувшем году в бюджет страны и республики компания выплатила более 23 миллиардов рублей налогов. По сравнению с 2020 годом отчисления в казну Татарстана выросли в три раза. По прогнозам в этом году налоговые платежи в республиканский бюджет должны увеличиться еще на 2 миллиарда. В Татарстане стартовал основной этап строительства моста через Волгу. Он станет самым масштабным сооружением новой магистрали М-12. Длина моста 3 километра, высота 40 метров. Чтобы ускорить работу, применяют инновационные технологии. Так, при сооружении опор используют металлическую оболочку большого диаметра. Она эффективно ограждает котлован от воды. Капсула весит 90 тонн и собирается всего за 10 дней. Но полюбоваться ее размерами можно только с высоты. Большая часть скрыта под водой. Сколько времени экономит такой метод в нашем репортаже? Начинаем опускание оболочки. Стальную оболочку диаметром в 10 и высотой в 20 метров опускают на дно Волги вокруг свайного фундамента будущей опоры. Такая капсула собирается за 10 дней. Затем откачивают воду и внутри оболочки монтируют арматуру и выполняют бетонные работы. Все в сухих условиях, несмотря на то, что глубина здесь почти 19 метров. На каждой опоре однозначно около месяца мы выигрываем. Опоры достигают 45 метров сами опоры. А если посмотреть от уровня проезда автотранспорта, то это где-то составляет порядка 50 метров от уровня воды. Использование металлических оболочек позволит сократить сроки сдачи объектов до полугода. После завершения работ капсулу поднимают домкратами и вывозят на строительство следующие опоры. Всего их будет 28. По временному техническому мосту к опорам доставляют бетон с повышенной влагой и морозостойкостью. Уже уложено более 300 тысяч кубометров. Для ускорения строительства было принято решение одновременно мост строить с двух сторон. Справа и с левого берега. И если на сегодняшний день с левого берега уже произведена надвижка на 23-ю опору из 28-ми, то есть 5 пролетов у нас имеется, то с правого берега мы с первой опоры надвинулись на вторую опору. Четырехполосный мост через Волгу длиной почти 3,5 километра станет самым масштабным сооружением новой магистрали. Напомним, скоростная трасса М-12 пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и нашу республику. Татарстанский участок займет 142 километра, 100 из которых планируют сдать уже к концу этого года с опережением срока на год. Лина Зинатульна, ТНВ, Татарстан. Погибли 59 лосей, 16 кабанов и 31 косуля. Все они жертвуют дорожно-транспортных происшествий. С начала года на дорогах республики с участием диких животных произошло 105 аварий. Основная причина – превышение скорости водителями. Чаще всего животных сбивают в Елабужском, Верхнеуслунском и Лениногорском районах. По словам председателя Госкомитета по биоресурсам Федора Баткова, водители чаще всего скрываются с места ДТП. Сейчас Татарстан – лидер в ПФО по количеству диких животных. Их популяция увеличивается. Однако диких кабанов из-за африканской чумы становится меньше. Из-за вспышки АЧС их начали отстреливать. Пока более 300 голов мы добычу произвели по кабану. Мы увеличили количество изъятия. Выдано было всем охотпользователям разрешение дополнительное. И мы требуем выполнения плана задания. Работа будет продолжаться по изъятию, по снижению плотности. В то же время мы работаем с ветеринарной службой по источникам поступления этой инфекции. В эту субботу пройдет международная историческая акция «Диктант Победы». Участники пройдут тесты с 25 вопросов, ответить на который нужно за 45 минут. Будут работать 167 площадок по всему Татарстану. Можно участвовать и онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Диктант Победы.рф». Победители акции ждут памятные подарки и поездка в Москву на Парад Победы. Напомним, акция «Диктант Победы» проводится в России четвертый год. В 2021-м участвовали 7 тысяч татарстанцев. В этом ожидают не менее 10. Акбарсбанк сегодня наградил 20 лучших студентов республики именными стипендиями. Ежемесячно они будут получать до 5000 рублей, смогут стажироваться в офисах банка и сюда же трудоустроиться. Подать заявку на конкурс в этом году впервые смогли студенты по всей России. В номинации информационной технологии вручаем сертификат. Именные стипендии вручают в офисе банка. Он называется «Лучше». Символично то, что сегодня здесь лучшие студенты получают сертификаты на именные стипендии. Так, с 2003 года Акбарсбанк поддерживает талантливых студентов, а с этого года делает особый акцент на студентов IT-специальностей. В этом году на конкурс заявилось рекордное количество претендентов – 835 человек. 20 из них из других регионов страны. Наша задача – вовлечь вас в более тесное общение с нами, чтобы вы и стажировки у нас проходили, и в дальнейшем рассматривали наш банк как место дальнейшей своей работы. Надеюсь, что в дальнейшем вас ждут большие успехи, достижения, и мы с вами еще встретимся. Я считаю, что такие конкурсы непременно нужны. Это уверенность для студентов в своем будущем. В этом году увеличился размер стипендии. Студенты профессиональных образовательных организаций будут получать по 2500 рублей, вузов – по 5000 рублей ежемесячно. Также банк открыл программу оплачиваемых стажировок. В ней приняли участие 35 студентов. Леха Ирудинова, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Сегодня все соцсети обсуждают прошедший день республики, народные гуляния, открытие дня, яркий салют. А мы же хотим познакомить вас с ровесниками республики. Они этого дня ждали с особым трепетом и гордостью. Ведь все вехи развития Татарстана проживали вместе. Сейчас кто-то из них трудится в сельском хозяйстве, мечтая о новых рекордных урожаях. Кто-то делает новые научные открытия или развивает нефтехимические производства. С ровесниками Татарстана пообщалась Юлия Гоглева. Рустем Мухаммадеев заслуженный агроном Татарстана. Человек земли. Практически все праздники он в поле. Вот и в день республики отдыхать не собирается, хотя праздник для него особый. Он родился за несколько лет до принятия декларации о суверенитете. Как семья отмечал 30 августа, до сих пор помнит в деталях. Мне тогда было 4 года. Помню, как праздновали этот день родители. Какие они были воодушевленные. Всегда 30 августа. Радостные. Все это было на наших глазах. Родители нарядные были. Мы тоже носили ленточки с цветами флага Татарстана. Рустем Мухаммадеев пошел по стопам отца. Получил высшее образование. Написал диссертацию. 14 лет назад решил вернуться в родную деревню Курсапашмак агрономам. Но при этом не переставал учиться. Он в курсе новых разработок в отрасли. Изучает новые сорта семян. Внедряет оборудование. Стажировался за рубежом. Я был в Германии, в Хорватии. И если сравнить Татарстан и эти страны, то мы от них не отстаем. И у нас очень хорошие показатели по урожаю и по качеству продукции. У Рустема трое детей. По программе «Жилье молодым специалистам» он построил новый дом. Говорит, здесь есть все условия для жизни, для работы. А значит, у республики есть будущее. Уезжать из республики, из нашего города в сегодняшнее время, мне кажется, это большая ошибка. Дмитрий Просверников еще один молодой ученый и ровесник нашей республики. Научную карьеру начал в 2000-й. Был обладателем стипендии мэра Казани, пост стипендии республики, правительственных премий. Еще хотел бы отметить со стороны Министерства молодежи республики. Они ежегодно устраивают конкурс «Лучший молодой ученый» республики. А в этом году чисто прям при поддержке Министерства молодежи мы участвовали в молодежном форуме ИВЛГ, который в Самаре проходил. И успешно презентовали свои научные разработки руководству Павловского федерального округа. В свои 33 Дмитрий Просверников имеет степень доктора наук. В этом году он выиграл престижную премию имени Вячеслава Алимасова. И надеется, что впереди и у него, и у его друзей еще немало научных открытий. Возможности сейчас у молодежи и у нашего подрастающего поколения в разы больше, чем было у нас. Главное зависит от них, чтобы у них это желание никуда не пропало. Ренат Нигматуллин продолжает трудовую династию химиков на Нижнекамскнефтехиме. Общий трудовой стаж семьи почти 80 лет. Папа был первопроходцем на заводе окиси пропилена. Мама работала швеей на заводе «Эластик». При поддержке профсоюза предприятия в то время родителям дали трехкомнатную квартиру. Я отучился сначала в институте. На четвертом курсе меня по экспериментальной площадке по договору Нижнекамскнефтехима с Нижнекамским химико-технологическим институтом устроили на работу, на производственную практику. Я начал работать с лестером Кипья. В дальнейшем уже я работал инженером-электроником на заводе пластиков. За эти 30 лет жизнь менялась на его глазах. Сегодня на его родном предприятии держат курс на цифровизацию. Поддержка Нижнекамскнефтехима и Нижнекамского профсоюза очень сильная. У них очень развита молодежная политика, социальная политика, образовательная политика. Таких ровесников Татарстана, как Ренат, Дмитрий и Рустем, много. У большинства уже подрастают дети, которые очень хотят быть похожими на своих пап. Юлия Гоголева, Гульнара Мениханова, Александр Лихачев и Олег Мыльников, ТНВ, Татарстан. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Уже завтра День знаний. В завершении программы предлагаю посмотреть, как школьники и их родители выбирали сегодня букеты учителя. Розы, хризантемы, гладиолусы. От красоты и цвета разбегаются глаза. А я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин начинает оказывать влияние холодный атмосферный фронт и уже с первого дня осени погода изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность без существенных осадков. Днем температура понизится до 29 градусов тепла. Небольшая облачность в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Местами возможен небольшой дождь днем около 26 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши также заметно похолодание днем около 26 градусов тепла и без осадков. Переменная облачность в Арске, Кукмаре, Балтаси. Возможен небольшой дождь температуры ночью 16, днем 26 градусов тепла. В Болгаре, Держаном, Буинске аналогичная ситуация. Небольшая облачность, не исключены осадки и около 23 градусов. Ветер усилится. В Альмейческе чисто поле Мамадыши, преимущественно без осадков, днем до 28 градусов выше нуля. В пятницу станет еще прохладнее. Если в августе температура воздуха превышала норму на 5-7 градусов, то сентябрь с самого начала даст понять, что пришла осень и теперь она правит балом. В Казани ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Ночью около 18 тепла, днем температура понизится до 20 градусов выше нуля. Ветер восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 56%. Магнитное поле Земли спокойное. Провожаем лето с благодарностью и встречаем осень с надеждой. Хорошего вам настроения и до скорых встреч! Продолжение следует...